Сегодня у нас 8 января 2016 года, вот Игнатьич наш вышел покормить своих собачьих. Сейчас он подойдет, у нас сосед сгоревший, вот идет видеозапись написана для интернета, чтобы каждый приходящий это знал. Вот они, песики уже ждут, дождутся. Тихо, тихо, тихо. Это как Игнатьич созывает собака. Ой, мои собачки пришли. Давай подожди. На всей улице собаки сбегаются. Когда я вот так вот сейчас повышал бы и никого не поставил, поспущу, а они уже здесь. Ешь, ешь, ешь. Идут с ошейниками они все. Ой, какие они пришли. Ой, какие. Опа. Ой. Тут еще было больше, задавило машинами. Они хорошенькие такие собаки. На. Это мясо Галя приносит. Но. Все. На. Ешь, ешь. Не торопись. Не торопись. Чтобы хорошо знали, нужно поплевать больше запаху дать. Опа. Подходит, ласкается. Видишь какой? Как волк настоящий. А ты толстая такая. Уже хватит тебе? А? Такая ласковая. Такая внимательная. Ой. Вот такая у меня собачка. Да ну ладно, ладно, ладно. Да хочет, хочет погладили его. Да он замечательный песик. Неизвестно откуда пришел такой песик. Вон какой хороший. А тот еще боится. Ну там у нас это баки лежат для мусора. Ну вот выйдешь пока. Постучу, они откуда-то бегут. Никого не кусают, ничего. Да молодец. Хороший это ну. Да замечательный. Любит, чтобы его погладили. Да вот он как любит тоже. Неизвестно щей. Пришел. Да, щейник у него такой. Собачки ласковые сделали такие. Ну-ну-ну. Все, больше нету. Уже сегодня второй раз кормлю. Ну. Еще ревнует друг другу. Ай. Ай, как они. Ладно. У нас отец всегда держал двух волкодавов. Овечек пас. Один с двумя волками боролся. Там собачка была, сучка маленькая жучка. Ну и волк так охватил и так сразу шкуру содрал с нее. А он за нее Марс был, бросился. Драться. Ну а что он? Один-два волка. Отец тут был, отогнал ружье у него было. Он с одной рукой, но стрелял. Мы его в санке запряжем. Двое-трое сядем в сане и он прет. Мы это все вспоминаем сейчас. Как жили при собаках. У нас без собак никогда не было, без кошек. Я приехал как-то во Фрунзе. А там отец уже переехали. И кормят. И кошки набежали. Там он в корыто им нальет молока. Я говорю, ты смотри сколько уже. Семь штук у тебя их. Ты зачем их столько наплодил? Да кто их наплодил? К чумеру совсем. Они сами плодятся. Ну что, отец добрый был такой. Ну что, ты тоже пришел. Ну и давай, давай, давай. Ну хороший. Хороший. Все. Пойдем. Господь охраняет. Видишь как вот. Он совершенно дикой был. Не подходил где-то. И этот какой. Видно, что хороший пес. Да замечательный. Он к глазке просто набивается. Да замечательный песик. Собака понимает голос. Это высокоразвитое животное. Высокоорганизованное. Лошадь и собака почти на равных идут. Ну а остальные там. Кошка там вообще бестолковая. Да вон он какой. Да любит, чтобы погладили. Видно, давно не гладили. Пришел новый совершенно кобель. Вот мы за два дня познакомились с ним. А это ревнует. Да здоровый какой. Волк настоящий. Тигр. Все. Сегодня пойдете работать там. А вон угол видно здание. Там находится музей истории искусства. Покажи. Вон на той стороне. Там был краевой суд. В 86-м году. Июле-августе меня там судили. Я у них был. Они очень хорошо приняли. Я им книги подарил. Документы. Благодарность мне выдали они. Поэтому люди-то, которые что-то говорят, они ничего не видели, не знают. Я куда ни поверну, везде друзья. Городки, музеи все. Захожу в один музей. Старинные фотографии. А у нас тут одна сестра жила. Директриса бывшая. За ней ухаживала. Валентина звать ее. Ну и много фотографий. Фотографии начала века. И поэтому они ценные такие-то. Ну я поговорил. Они, о, это для нас очень ценно. Ну я пошел дома. Набрал сколько. Бежу перья, которые писали. Они говорят, вот перья нет. А у меня как раз крылья были гусиные. Я им принес. Так они там, куда ни пойду, везде друзья близкие. Почему? Бог делает так. Располагает. Вот представьте, где мы находимся. Маленький такой. Тут каких только директоров не было. И мэр города приезжает. И заместители губернатора. И все приезжает. Надо что-то. Даже поздравительную к праздникам. Городская администрация ко мне на дом все годы привозит. А люди, которые не встречались, ничего. Они ошибаются, когда судят. Что судить? Я их не знаю. Ничего нет. Вот они обличители. Обличение это здорово. Но поношение, клевета это плохо. Вот мы живем рядом. Вот за этим вот. Это губа называется такая. Туда заходят катера, кораблейки. А дальше за этим уже оп течет. Оп. Эта обстановка везде одинаковая. Вот крысой дедушка тут живет один. Я не знаю, Митрофан или как его звать. Живем. И вот он только пошел в магазин за хлебом-то. А бабка дома приходит, бабка уже зарезанная лежит. Зарезали бабку. Он сейчас один живет. Вот сосед там все как было. Там подожгли, что-то не выключил видно. Ну тоже все это пьянка-то. И старик в течение одного, там три месяца прошло в одном году. Уже все заново перекрыл. Он работает еще. Ему под 80 лет. Все. Ну а там растут деревья уже на крыше. Вот он подошел, походит и опять подойдет. Видишь как он? Он знает, что его не обидят. Да он замечательный такой пиросик. Вот как. А с человеком что ни говори, он злится и все. Милиция поехала. Они же это видят все. Вот и милиция приезжает еще справляться. Потеряли девушку, а потом парень студент и приезжали спрашивали. А я во всех отделах милиции много лет вел занятия. Иногда по заказу. Приезжают нам или позвонят. Тема экстремизм там или еще что-то. В городском ОВД и в краевом ОВД. Больше никто не вел занятия. Они бы наверное разобрались поперед ними. Или в краевой администрации встреча там в прокуратуре. В крае. А то края. И вот и совершенно люди не знают где-то. А я кто такой? Да никто. Вот просто среди собак. Вот. Провожают. У меня все собаки друзья. Куда бы я поехал в Америку. В Америке был так я не мог дождаться когда домой поеду. Тут каждая собака меня знает. Я около линии железнодорожные. Ну все время все-таки седьмой десяток лет бегу. А эти которые работают. Вы хоть когда-то пешком-то ходите шагом. Я говорю я не могу шагом ходить. Я люблю быстрое движение. Вот он пришел уже друг стал. Друг уже стал. Вот он какой. Совершенно незнакомый пес. Даже не знаю где он живет. Он пришел. Знаешь что? Леток не играет. Вот так. Да замечательно. Да благословит вас Господь. Вот. Всех благословляй. И все. А это вот построили какую-то здесь компанию ветеринарную. Тоже маленько от них что-то нам досталось. Песок возили. Мы у них попросили. Взяли песка. Откуда не глянешь и везде какие-то отношения. Вот здесь ребятишки с этого дома и рядом двухэтажный. Были у нас в лагере. Один там в кадетском корпусе. Да баловные ребятишки. Но родители сдали именно в наш лагерь. А лагерь то частный. И сейчас ходят и здороваются. Такое чтобы как-то вот мстительность такая. Этого не было. Просто не было. Бог хранит. Видите какие большие здания у нас растут. Вон посмотри. Видно какие. Вон. В Барнауле. Татунаби. Вот так. Потом. Ну пойдем. Бог милый. Да благословит Бог всех. И гонителей. И друзей. Эта жизнь быстро кончается. И надо жить интересно и красиво в бедности. Даже в бедности. А раз ты работаешь. Обязательно на всех никогда не угодить. А Господь сказал и говорит. Горе вам если все о вас будут говорить хорошо. Если твое дело не терпит испытания. Поношение. Оно не угодно Богу. Христа поносили. Поносили. Силой князя Бесовского Вильзевула. То есть связан с нечистой силой. В этом же и нас обвиняют. Обязательно. В житиях святых считаем мы. Ой силой волшебной Екатерина сделала чудо. Она волшебница. И всегда это было. А когда ничего не делаешь. Я спрячусь и буду сидеть тихо. Не получится. Метеорит упадет. Раздавит. Потому что англичане говорят. Что если дело твое не терпит сопротивления. Оно не устоит. Оно никому не нужен. А что оно будет устоять. А когда тебя трясут за каждый. Вот у меня ролики. Вот вчера только. Рождество. Сегодня 8 января. 2016 года. Мы выставили 10 роликов. 10. 10 за день. Это интересно значит. Да интересно. Вот он пришел опять побегал и пришел. Вот. День назад еще я его опасал. Видишь наши собаки пошли где. А сосед ушел. А он пришел здесь. Ну мне нечего дать больше. Я бы дал ему. Вот надо научиться мерить категориями священного писания. Все это быстро протекающее. Какое-то мгновение и мы на той стороне. И все наши. Бог предъявит нам счет. Написано за всякое праздное слово. Да сочет. Праздное. Не нужно. А уже за осуждение вообще ничего нет. Такое злоба и говорят. Там поносят. Там страшно. Он не лжемиссионер. Я лжемиссионер. Я ездил по Америке. По Америке с митрополитом. С епископом. Который сейчас Иларион меня возил даже. Капрал. Прошли от Дальнего Востока порт находки до Лиссабона. Турцию. Прошли в Скандинавию. Города. Пятьсот городов только в России. Это я лжемиссионер. Понимаете. Ну если я никакой был бы. Зачем вы мне звонили. С тех мест где мы были. Книги работают. Работают. Вот сдаю книги. Дарю. Пятьсот экземпляров. А всего тысячу. Пятьсот уже подарено было. Шестьсот теперь уже. Подарено. В дар библиотекам. И я выступаю перед библиотекарями. И тут же сразу разбирают. Библиотекарь говорит. Да я еще не записала. Потом запишешь. Тут же книги разбирают и разносят. В глаза не видели. Не считали. И поносят там и поносят. Зачем. Значит ничего кроме поносного нету. Выходит. Другой запах совсем. Вот она собачка. Она знает ласку. Вы на моем. Говорят. Иждивении находитесь. Как бы не мои ролики. У вас бы еще не было. Обрещители и прочее. Так вы на вокруг моего же ходите. Это моя колокольня-то. Я на вас не нападаю. Я вас знать не знаю. И молюсь каждый день за вас. Да благословит их Бог всех. Придумали миссионерские отделы. Там председательствуют. Говорят. А послушаешь. Такое гнилье несут. Пытаются из себя каких-то знатоков. Пророков. Да вы сотой доли не прочитали того. Что мне Бог дал прочитать. Как говорится. Тонны литературы. Святоотеческой. Жития. Вот вы зайдите на наш видеоканал. Очень просто на наш видеоканал. Во свете Библии открытым оком. Наш видеоканал. И там маленько вниз продерните. И жития святых идут. Ну найдите в интернете. Где такие жития святых. Моим голосом начитано. С прошлых годов. С восьмидесятых. И сейчас кто-то их оформляет. И делает так красочные. И так жития идут. Я даже не знаю. В каком месте. Как это можно делать. И выставляется. На моем. Дается. А сколько житий. 1173. Те которые больше чем пол страницы. 1173 ролика может быть. Понимаете. Ну мы не на равных. В разных весовых категориях. Еще бы с вами боролся. Зайдите на наш сайт. Это сказать нельзя только. 50 книг аудио моим голосом. Ну у вас этого ничего нету. Я это делал распространяя по стране. Когда нигде ничего не было. По листику собирать приходилось. По одной книге доставать. Это насчитать надо. Не считать. А насчитать с выражением. 12 томов Златоуса. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 книги отца Григория Диченко. Ну 50 книг. Это две с половиной тысячи часов. Слушать только. Ну а ты-то нападаешь. У тебя ничего нету. Я не счастлив. Архипелаг ГУЛАГ. Библия там что насчитана. Библия дважды насчитана. Архипелаг ГУЛАГ дважды. Потому что власти уничтожали все это. И теперь уже через компьютер было насчитано. Ну вы пока вокруг меня бегаете тут. Подвизгиваете и лаете. Время-то уходит. У вас ничего нету. Давно ли мне открыли Ютуб? Открыли. А сейчас уже четыре с лишним тысячи наших роликов. Наших. 18 тысяч фотографий и мейл.ру. Почему? Потому что мы не стоим на месте. Вы бьете там в пустоту. Вы где-то от кого-то что-то услышали. Друг у друга эту блевотину подлизывает и опять изрыгивает. Один изблевал, остальные его отберут и все. И Господь говорит, помет ваш до седла верблюжьего будет. Вы будете в страшном положении. Потому что момент был дан. В этой обстановке можно работать. Можно. Я вообще никакой. Не имею ни образования. Ничего. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Это Никита. Это Никита наш пришел. Вот он пришел. Но. Нет. Он не должен тронуть. Ни маши руками только. Резкие движения не делает. Не гладь. Ничего. Он слышит. И поэтому я призываю всех противников, врагов утишиться и на наших ресурсах посмотреть. У меня еще не опубликовано. Примерно две с половиной тысячи часов. Бесед. С профессорами в Москве. В литературном институте. Даже грубо вспомнить, где бы не был. Кот вывалился. Пошел. Где ты его ищешь все время? Это не его он ищет. Не его? Нет. У него пушистый. Вот он пришел. Видишь как? Познакомились. Вот так. Ну вот и пойдем. Давайте пошли сегодня работать. Поможет вам Господь. Слава Христу. Грузоперевозки.